Приветствую вас, конечно, с одной стороны вашему мужчине, вот не знаю, мужу или жениху, буду говорить мужчине, это будет не очень приятно, потому что ну как никак он старался, кольцо вам дарил, покупал, а вы его взяли и потеряли. Это для него будет таким, знаете, проявлением невнимательности, проявлением может быть даже некого пренебрежения к тому, что он для вас сделал, да. То есть ему это будет неприятно. Но многое зависит от того, насколько были исключительные, уважительные обстоятельства того, почему вы потеряли это самое концерт. То есть понятно, что если вы это колечко, грубо говоря, потеряли вот просто так, совершенно, знаете, на ровном месте и вообще-то говоря, терять вы его не должны были и, в общем, ничто не предвещало беды, а вы его взяли и потеряли, то да, тут нужно просто у мужчины попросить прощения и, наверное, в принципе, если он вас любит, если у вас все хорошо и проблем никаких нет, то я не думаю, что это прямо слишком сильно повлияет на ваше отношение. Но если обстоятельства исключительные, то есть если у вас вот так получилось, да, что вот вы потеряли концерт, и что вы, в принципе, не виноваты, и так сложились обстоятельства, например, вам нужно было его снять, а потом что-то вас отвлекло, и вы его замуранили куда-то или еще что-то, то, ну, и надо мужчине сказать об этом, сказать, что вот так получилось, прости, пожалуйста, мне очень жаль, оно было для меня очень ценным, я прям вообще не сплюсь, я прям вся истереживалась, прям чуть ли не депрессия, у меня это удовольствие, я потерял это сердцо. Мужчина, если ему правильно донести эту информацию, то есть правильно, я имею в виду вот в такой форме, очень грустно, подавлено, совершенно убито, А мужчина воспримет это максимально хорошо, и проблем никаких у вас с ним не будет вообще, наоборот, он будет еще вас успокаивать, чтобы вы не переживали так сильно по поводу того, что кольцо потерял, скажет, ну, ты чего, не волнуйся, не переживай, купим еще кольцо, лучше гораздо, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, этот момент вам тоже желательно бы для себя как-то вот понять. И, в принципе, на этом все, ведь кольцо это всего лишь кольцо, Это, как это не, может быть, неприятно, или как это может быть, там, не печально, это всего лишь предмет, материальность. Ни одно, ни один материальный предмет не способен передать силу любви, если она есть. И отсюда я делаю такой вывод, что вам не нужно продавать этому слишком большое отношение для себя. Да, вот мужчине, да, мужчине нужно все-таки сказать, что вы действительно очень переживаете по этому поводу, вам действительно очень стыдно и так далее, это действительно, да. А вам, само, надо понять, что если мужчина вас любит, то он абсолютно спокойно отнесется к тому, что произошло, ведь это может быть и с ним тоже. А вот, если он отнесется к этому неспокойно, если он устроит, например, этот скандал, то здесь можно говорить о приверженности мужчиной материальных взглядов, точнее материалистических взглядов, да, то есть придание материальных ценностей большого отношения. И это может оказать влияние на ваши будущие отношения, которые имеют у вами возможность, которые, то есть на то, как вы будете жить в дальнейшем, потому что мужчина может вам это припоминать, мужчина может вам это ставить в вину, и все это не есть хорошо, хорошо. То есть для себя нужно воспринимать подобные обстоятельства исключительно, как, такой, знаете, ну, проверку отношений, еще одну проверку отношений. Но при этом, все-таки вы действительно делали не очень хорошую вещь, мужчина старался выбирал, и вам нужно проявить мягкость, терпение, я бы даже сказал, выдержку, понимание к мужчине, и показать ему, что, в общем-то, вы очень-очень-очень сильно раскаиваете в том, что сделали. Чтобы он увидел это, и чтобы вы могли с чистой совестью сказать, что вы, как бы, просили прощения у него очень долго, сильно, и то, что он вас не бросил, и когда вы увидите, что откровенно то, что вы делаете, уже увеличивает масштабы, то есть превышает масштабы того, что случилось, да, как бы превышает, то есть уже эффект от происшествия во много превысил значимого самого происшествия, то я думаю, продолжение стоит прекращать, и просто-напросто говорить мужчине, ну, что тебе какого-то кольцо там даже дороже, чем я, но это нужно делать в определенный момент, и совершенно определенный, не сразу, не с первого исхода, а только лишь по истечению какого-то времени. Мужчине важно показать, важно дать понять, что вы именно раскаиваете, если переживаете по поводу того, что произошло. Вот. Так что, если говорить отмеченно, то по всей конца это неприятность, это момент, но это не более чем случай, обстоятельство, это не значит, что вы не любите мужчину, и любой человек, который уверен в себе, уверен в вас, уверен в ваших отношениях, которому важно просто быть с вами, и не более того, он это понимает, и не будет продавать этому отличикам сильного отношения, но вы можете пойти на некоторые хитрости, на некоторые уловки, чтобы смягчить эффект, или перенести, например, перенести весь негатив, перенести акцент на себя. Например, вы можете прийти к своему мужчине, вся заплакана, в слезах, просто в истерике, или он вас может найти, вся заплакана, в слезах, в истерике, он испугается, скажет, дорогая, Боже, что с тобой случилось, что произошло, почему ты так плачешь, почему ты убиваешься, и так далее, и так далее, и так далее, и вы на это ему скажете, вот я такая щека, я потерял концу, и просто начинаете опять наоборот рыдать, уверен в этой ситуации, мужчина не то, что вам ничего плохого не скажет, если он все еще успокаивает, начнет, и будет говорить, что ничего страшного не случилось, потому что он видит, сколько это у вас задело. То есть, вот это, пожалуй, самое главное, показать мужчине, насколько сильно вам дорого, и важно то, что вы потеряли. Если вы в этом преуспеете, плохого ничего не будет. Если не преуспеете, или если мужчина проявит себя как в большей степени материально ориентированного человека, тогда вам будет тяжело, тогда вам нужно просто будет делать соответствующие выводы, и не более того. Ведь просто вот так или иначе не бороться, просто его не вернешь, и нужно жить дальше. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok